Добрый день, уважаемые коллеги! Я Злобина Елена Викторовна, доцент кафедры аналитической коллоидной химии и технологии редких элементов казну имени Альфараби. Предлагаю вам посмотреть методические указания к проведению лабораторной работы по дисциплине аналитической химии. Мы с вами рассмотрим, как можно провести лабораторную работу дихроматометрическое определение железа. Дихроматометрия это титометрический метод анализа, основанный на применении в качестве тетранта дихромата калия. Дихромат восстанавливается до трехвалентного хрома. Поскольку в реакции участвуют 6 электронов, фактор эквивалентности равен 1 шестая, а малярная масса эквивалентов дихромата будет равна 1 шестой части малярной массы дихромата, то есть составит 49,03 грамм моль. Определение железа основано на предварительном восстановлении железа 3 до железа 2 с помощью металлического цинка и тетравании ионов двухвалентного железа стандартным раствором дихромата калия в присутствии кислотной смеси. Для обнаружения конечной точки в дихроматометрии используют окислительно-восстановительный индикатор. Стандартный раствор дихромата является первичным, то есть его можно приготовить по точной навеске, взятой на аналитических весах, с последующим разбавлением до определенного объема. Раствор устойчив при хранении и не разлагается даже при кипячении в подкисленном растворе. Расчет навески дихромата для приготовления тетранта проводят по формуле, приведенной на слайде. Если навеска дихромата отличается от рассчитанного значения, то концентрацию можно уточнить и пересчитать по формуле, также приведенной на слайде. Напоминаю, что расчет концентрации выполняется с точностью до четырех значащих цифр. Предлагаю вам посмотреть видеофрагмент, на котором лаборант умышленно сделала несколько ошибок при взятии навески на аналитических весах. Пожалуйста, перечислите те ошибки, которые были допущены в процессе работы. Навеску дихромата, взятую на аналитических весах с помощью сухой воронки, количественно переносят из бюкса в мерную колбу. Растворив навеску в небольшом объеме воды, доводят до метки водой и тщательно перемешивают. Подготовка рабочего места для проведения тетравань. Для работы потребуется тетрант, бюретка, воронка для заполнения бюретки, конические колбы для тетравания, пипетка мора, груша. Задачу, представляющую собой раствор с неизвестным содержанием железа, получают в мерной колбе вместимостью 100 мл. Доводят дистиллированной водой до метки и тщательно перемешивают. Заполняют беретку раствором тетранта. Пипеткой мора отбирают оликвотную часть раствора задачи в колбу для тетравания. Перед тетраванием восстанавливают ионы трехвалентного железа до ионов двухвалентного железа. В коническую колбу с раствором задачи мерным цилиндром прибавляют 5-6 мл соляной кислоты. Наклонив колбу, осторожно опускают в нее 4-5 г металлического цинка. Для задерживания брызг колбу закрывают воронкой и кипятят раствор до полного исчезновения желтой окраски. Отсутствие ионов трехвалентного железа проверяют, добавив капли раствора на фильтровальной бумаге, каплю раствора рдонидоаммония. Отсутствие покраснения характеризует полноту реакции восстановления. Обесцвеченный раствор хорошо охлаждают под струей водопроводной воды. Затем содержание колбы переносят без цинка декантацией несколькими порциями воды в другую коническую колбу, несколько раз тщательно промывая водой. Разбавление раствора необходимо для уменьшения влияния зеленоватой окраски трехвалентного хрома при установлении конца тигрования. К полученному раствору прибавляют 10-15 мл смеси к ноу по 1-2 капли раствора дифениламина. Раствор в колбе оттитровывают раствором дихромата до появления устойчивой фиолетовой окраски. Посмотрите, пожалуйста, второй фрагмент с ошибками, допущенными лаборантом при титровании. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Укажите, пожалуйста, все те ошибки, которые вы увидели в ходе выполнения работы. Титрование железа с дифениламином проводят в присутствии фосфорной кислоты, которая связывает образующиеся при реакции ионы трехвалентного железа в комплексное соединение и тем самым понижает окислительно-восстановительный потенциал пары железа-3 и железа-2. Кроме того, необходима высокая кислотность раствора. Для достижения этих целей к раствору при титровании добавляют кислотную смесь кнопа, состоящую из фосфорной и серной кислот. Расчет результатов титрования проводят по формуле, приведенной на слайде. Работа закончена. Желаю всем успехов в освоении интересной дисциплины анатолитической химии.